Введен в игру, то ничего не падает, уже четвертый десяток, и вот он! Так, цемочка, иди ставь ворды, и вот! Топовый x10 уже стартанул, всем привет, друзья, с вами Кэп, и добро пожаловать на борт! Напоминаю, что x10 это не x2, шанс 0,5% как с древних, так и с темных осколков он остается, и лишь под x2 этот шанс увеличивается вдвое, сакралы, соответственно, будет шанс 12% под x2, но под x10, если выпадет лего, то именно с 10-кратным шансом выпадет какая-нибудь из именно вот этих трех. Сифи сметанная, топ-1 лего в игре, как по мне, не хрет, достойная войдовская легенда, метовая, платиновая, очень-очень крутая, ну и крошка Энни немного здесь не вписывается, я считаю ее достаточно посредственной легой, именно как войдовской легендой, ну, я считаю, что все-таки, все-таки вот, ну, никак не вписалась она не в мету, в пве контенте она более-менее для новичка, да, но если мы говорим именно о высокой лиге платине, то крошка Энни там очень-очень редкий гость. Ну что ж, ребята, давайте 110 осколочков вот так вот просто поускоряем для разминки, это несколько донаторских аккаунтов, которые, на которых мы будем открывать все 110 осколков синих, посмотрим, что у нас падает под турнир кланов, может из синих нам что-нибудь повезет достать, но пока что вы видите, друзья, что ничего не падает уже четвертый десяток, и вот она лего, ну, эх, это Скарг, ну что ж, выжигатель, Но сейчас, ребят, сами понимаете, что выжигателей очень много на Паучиху. И Скарг, опять же, имеет некоторые условия. Нужно несколько дебафов, чтобы он наложил выжигание на всех. И как выжигатель, конечно же, он проигрывает тому же самому Эпику Мордикаю. Так, ну, хотелось бы еще Легу достать. Синих осколков, если это возможно, конечно же. Но, как видите, друзья, даже Эпиков падает мало. И да, вот два Эпика нам упало. Лурия более-менее, но... Лего, Лего, давай-давай-давай-давай. Ох, не, ребят, синие осколки, конечно же, открывать. Такое себе удовольствие без Х2. Может, мы... Не знаю. Ну, Легу, по крайней мере, мы достали. Но вы видите конкретно, что Эпиков практически не падает. Да, так вот, все. Хафорис Клыкач, он же наш воскрешатель. Очень неплохой на фракцию оборотней. Местечко освободили. И поехали, Сакралы, ребята. Турнир кланов. Посмотрим, что падает с Сакральных осколков. Атур. Ну, такое себе удовольствие, на самом деле, этого Эпика. Я прокачал, прапал книгами и как-то потестил. Абсолютно мне не понравился. Не знаю, пишите свое мнение о нем в комментариях. Я лично не рекомендую его качать. И вот, опять же, еще один Хафорис Клыкастый. Ну же, ну же. Давай, давай, давай. Караулка. Отличный Эпик на Кланбоса. Штраф атаки, блок штрафов. И еще и баф защиты. Но не только на Кланбоса она заходит. Гаргараб. Отличный топовый Эпик из Нежити. Воскрешатель. Уменьшенная версия Арбитра. Хаск, ребята. Тоже классная Лего. Ой, Лего. Эпика прокачал. Им очень доволен. И вот хочется сказать то же самое о Джаранге. Что в Хаск, что Джаранг на Войны Фракции очень даже хорошие. Крестовик. Воскрешатель из Темных Эльфов. Но альтернатива есть. Вот она, вот она, вот она. Ой-ой-ой. Колдунья Крила. Ну, что я хотел сказать. Я хотел бы сказать, что это говно. Потому что подумал, что выпала Тила. Но нет. Колдунья Крила это как раз таки одна из крутейших легенд. Которая вхожа и на Кланбоса, и на Подземки. Ну, вот так вот, ребята. 10 Сакралов. Сами видели одна Лего. Ну, вот оно. Мы добрались до самого интересного. Войды. Давайте открывать по десяточке. Друзья, база рейда проводит конкурс. 10 наборов ежедневных рубинов. Условия я скажу далее. Для тех, кто не знает, это офигенный бот в телеге, где мы в поисковой строке просто вбив название героя, сразу же получим на него статью. Где мы можем посмотреть и скиллы, и, соответственно, как одевать, и какие таланты брать. Абсолютно все юзабельные герои в рейде есть в данной базе. Помимо этого, здесь есть и КБ, и Войны Фракции, и Подземелье. Самая удобная база знаний. Та же самая библиотека. Просто укомпонована все в классного бота. Друзья, условия розыгрыша. Подписаться на канал. Подписаться на базу рейда. И в комментариях обязательно указать свой телеграм. То есть любой комментарий и, соответственно, телеграм для связи. Итоги розыгрыша будут подводиться 29 октября на стриме. Стрим у нас стартует 20.00. Сразу же говорю, что для участия, для победы не обязательно находиться на стриме в прямом эфире. Мы именно посредством рандомайзера выберем 10 случайных комментариев и, соответственно, свяжемся с вами. Если у вас уже куплен ежемесячный набор рубинов, то, соответственно, за эту же цену вы можете приобрести любой товар. В магазине. Либо же подождать и, соответственно, приобрести уже рубины на следующий месяц. И, конечно же, давайте... А давайте первую десятку ускорим. По мажорим. Первая десятка ускорения. Ну! Бамс! Три эпика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, вы посмотрите на это. Урагрим. Хоть его и порезали, он до сих пор соло фармит ледяного голема 25. И, в принципе, да, он остается хорошим эпиком. Красная шапочка. Топ-1 воскрешатель среди священного ордена. Ну и пророчица. Это ноу-комментс, можно сказать, от Олега. Давайте вторую десяточку ускорять не будем. Ну же, ну же. Давай, давай. Сифи. Сифи, приходи. Сифи. Где ты? Будет. Будет. Сорок осколков. Я чую. Чую, что что-то хорошее будет. Но пока что, пока что. Вот, может быть, надо ускорять все-таки по десять? Посмотрите, даже ни одного эпика. Давайте ускоряем. Ускоряем. Ну! Бамс! Пусто. Еще десятка. Бамс! Пусто. Ребята, сорок осколков. Имейте ввиду. Давайте посмотрим, выпадет ли что-нибудь с 25 войдов. Но для начала давайте откроем десяточку. И понадеемся, что здесь тоже что-то выпадет. Но нет. Сокральчик, вперед. Нет. Это не Лего. К сожалению, реликвар. Так, ну вот. Самое интересное. 25 осколков. Но есть же шанс вытащить Лего. Давай, давай. Пять откроем по одному. Ну, а потом сразу же две десяточки. Что же интересное падает сегодня под Х-10, под клан Вары. Многие считают, что Х-10 это полнейший развод. Но опять... Ой-ой-ой-ой-ой. Димита, боже мой. Если нет Анкила, то поздравляю. Очень крутая героиня. Кстати, скоро выпадет... Точнее, выйдет скоро видосик про Димиту. Будет отдельное видео. Все Анкилы собраны в одно видео про Димиту. По крайней мере, по составам. И давай, десяточка. Ну же, парагон. Отличная. Отличная рарка. Буйвол, кузнец, боли нет. Пустотел тоже самое. Фанатик нам нафиг не нужен. Пантера, кстати, на старте может помочь. Новичку закрыть лаву. О, ХС. Блин, ну, с 10 осколков ХС все-таки норм. Но мы охотимся за Лего. Ревоглаз тоже крутейшая рарка. Стилет, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Людочка нам выпала. Ну, этот дроп, конечно же, достойный. Ну, где же, где же наша Сифи? Вот еще 90 синечки. 14 войдов. И опять же, давайте включаем ускорялку. Первая десятка. Теносил. Вторая пусто. Да, все-таки что-то мне подсказывает, что лучше все-таки синьку взрывать именно под Х2. Да, под турнир кланов. Ой-ой-ой, сразу три эпика. Алюра, стальной череп. Это прям топчик. А вот это нам повезло, конечно, с десятки такое достать. Вот еще один эпик. Лично разина. И остальная синечка. Так, ну, давай-давай-давай-давай. Еще вот так, мордикай. Топовый выжигатель, конечно же, недавно, который был введен в игру. Ааа, да ладно! Сразу две леги. Вот так вот, ребята. Только что говорю, надо взрывать под Х2. И тут на тебе, сразу из одной десятки две леги. Это жесть, конечно же. Хакорн, Завя. И обе неплохие. Ну, как сказать, неплохие. Завя так вообще топчик. Вот, а Хакорн более узконаправленный. Все-таки я считаю его более аренным героем для деф-паков. Сеты муна, сет чита. Конечно же, можно его ставить. Сакральчик. Давайте еще Сакральчик откроем. Не, ну, две леги с синьки. Это, конечно же, приятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Священник Артанг. Топчик, топчик. И вот еще у нас остается 14 войдов. Давайте попробуем что-нибудь достать отсюда. Будет ли Сифи? Сифи, Сифи, Сифи. Ну, хотя бы не хрен, да? Ну, вот Крошка Энни, ребят, ну, согласитесь. Она, конечно же, в этом плане проигрывает остальным двум легам. Ну, вот здесь вот, кстати, нам сегодня с войдов упал Людоед. И последняя десяточка. Давай, 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 давай. Ну, что-нибудь золотое. Что-нибудь золотое. Давайте ускорим. Памс. И вот так вот. Ни одной войд леги мы не достали. Друзья, пишите, что вы достали под этот Х-10. Опять же, если вы открывались, не забывайте, что у нас на носу, опять же, слияние на войдовую легенду. Поэтому, возможно, лучшим решением будет придержать осколочки. И, опять же, не забывайте участвовать в конкурсе. Пишите свою телегу. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok